Доклад называется «Группа в группах». Он о механизме, позволяющем назначить пользователю дополнительные группы. С точки зрения пользователя это похоже на добавление групп в группы в Windows. Механизм добавления групп в группы реализован с помощью подсистемы NSS на MSI. NSS создает модульное окружение из загружаемых библиотек и определяет источники. Откуда приложение получает информацию. Основные вызовы NSS реализованы в Lipsy. Lipsy считывает NSWitch.conf в конфигурационный файл, после чего погружаются в библиотеки бэкэнды, которые используют соответствующие источники данных. Это пример конфигурационного файла NSWitch.conf. Тут прописаны источники данных для разных системных пассов. Нам интересна строчка групп. Для групп прописаны файлы, это локальные файлы, и как раз интересующий нас модуль, либо NSS роль. Этот модуль всегда должен быть последним в цепочке. Он обходит все группы, которые назначены пользователем, и вычисляет дополнительные группы на основе конфигурационных файлов, либо NSS роль. В контексте этого модуля все группы делятся на две категории, роли и привилегии. Роли — это группы, предназначения которых указывать на характерную деятельность, а привилегии — все остальные группы. Роли как бы содержат привилегии. Файлы конфигурации — это ETC роль и ROLI.D после версии 0.5.0. В каталоге ROLI.D могут содержаться дополнительные файлы конфигурации. Тут также показан формат, в котором создаются правила. Имя группы, двоеточие и список групп. До двоеточия — это роль, а после двоеточия — это привилегии, которые будут входить в группу ROLI. Вот пример файла из ROLI.D каталога virtualbox.roll. И тут в группы users, power users и local admins добавлены группы virtualbox. Помимо имен групп можно использовать также гиды, группа ID. Это пример. Вот если у нас есть такой файл групп и вот такой файл роль, то пользователь юзер получит все шесть групп. Первую, вторую, потому что они прямо ему назначены. Третью, четвертую, потому что они входят в группу 2. И пятую, шестую, потому что они входят в группу 4. Это еще один пример. Тут вначале можно посмотреть, если файл роль в NSWitchConf модуль ролей выключен, мы видим ID пользователя и группы, которые ему назначены. После чего включаем модуль ролей в NSWitchConf и группы, которые ему были назначены этим модулем. Внизу можно, в нижний зеленый прямоугольник видно, что через группы users назначены все группы, которые ему прилетели. Есть вспомогательные утилиты. Это добавление, удаление ролей и привилегий, а также возможность просмотреть список ролей и привилегий. И на базе этих утилит сделан модуль альтератора, где можно более наглядно манипулировать ролями и привилегиями, включать и выключать их. Режим эксперта, где можно во всех конкурсионных файлах вносить изменения. И обычный режим. Здесь написано системные роли. Это еще одно вспомогательное понятие. Системные роли — это роли, для которых в каталоге роль.d есть отдельный файл. И он называется так же, как имя группы, из которой мы делаем роль. Это сделано для удобства. Такие группы, например, такие роли можно раздавать групповыми политиками. И поэтому их решили в отдельное множество выделить и назвать системные роли. Роли также интегрированы в модуль users. Их можно галочками назначать, а справа в окне просматривать все группы, которые прилетают к пользователю. Вопросы? Их есть у нас? Прошу. А вот эта сама концепция с группами, ролями, привилегиями, она вот понятна пользователю, администратору? Как сама эта идея? Она же как бы новая? Да. Она находит понимание, еще люди понимают, для чего это нужно, и востребованность есть для этого решения. Ну, много пользователей пока еще это не увидело. В модуле альтератора специально написали help, где подробно по кнопке F1 расписано, что и к чему. Да, отзывов пока не было. А подскажите, вы говорите, что есть соответствующий модуль альтератора, но не говорите, а как он называется? Альтератор ролями, управление ролями он в настройках называется. Позвольте я дополню. У нас этот модуль активно используется очень давно в операционной системе, потому что в отличие от Fedora, при вводе машины в домен, у нас группам domain users и domain admins по умолчанию, как и в Windows, назначаются роль users и local admins, а через них прилетают остальные группы. Собственно, в Fedora, если ты вводишь машину в домен, и пойдешь залогиниться пользователем, у него есть одна группа domain users, а чтобы ему прилетели какие-то локальные группы, нужно этого пользователя явно вводить, и каждого, да, это же вообще нереально. А так, неявно, через группу domain users, как доменную роль, ему прилетают локальные привилегии и все остальные группы. Мы этим активно пользуемся, это реально полезная вещь. Хотя не все, кто этим пользуется, об этом знают. Коллеги, есть еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо, Иван. Ну и, наконец, завершается...